Рассмотрим, как настроить сочетание клавиш, то есть сделать так, чтобы по нажатию определенного сочетания клавиш, выполнялась определенное действие, то есть определенная программа. Заходим в настройки XFCE, для этого заходим в диспетчер настроек, выбираем пункт клавиатура и переходим на вкладку комбинации клавиш. В левом столбце вызываемая команда, в правом столбце сочетание клавиш, которые вызывают эту команду. Давайте скопируем команду XFCE 4 скриншутер и попробуем ее вызвать вручную. Для этого открываем эмулятор терминала и вставляем команду, нажимаем клавишу Enter. Как видим, запустилась программа снимок экрана, то есть произошло ровно то же самое, что если мы нажмем клавишу Print Screen и выполнится вот эта команда в настройках. Давайте посмотрим, как можно немного автоматизировать процесс. Для этого выполняем команду XFCE 4 скриншутер, пробел, 2-help. И у нас показалась краткая справка по работе XFCE 4 скриншутер. Как видим, если мы его вызываем с параметром C или Clipboard, все равно писать либо короткий, либо длинный, то снимок будет автоматически скопирован в буфер обмена. FFCE 4 скриншутер это делает снимок всего экрана. Вот, например, сейчас Print Screen вызывает главный экран программы снимок экрана, где нужно вручную выбрать весь экран. Мы что можем сделать? Нажать добавить. Команда XFCE 4 скриншутер, пробел, fullscreen. Давайте мы сначала эту команду проверим в терминале. Для этого я все выделил. В терминал нажал среднюю кнопку мыши. Это колесико на моей мыши. На ноутбуках это две кнопки тачпада. Это колесико нажимает, вставляет ради выделенный текст. Точно так же я могу вручную сначала скопировать, потом вставить. Однако воспользоваться средней кнопкой мыши, параллельным буфером обмена, быстрее. Нажимаю Enter. Как видим, у нас появился не первый экран программы, а сразу выполнилось действие создание снимка всего экрана. Можем сохранить. И вот в папке появился этот скриншот. Возвращаясь в настройку комбинации клавиш, нажимаю OK. И теперь мне нужно нажать сочетание клавиш, по которому я буду вызывать эту команду. Например, давайте сделаем Alt Print Screen. Нажимаю Alt, держу его. Нажимаю Print Screen. Получилось немного неудачно. Нажимаю Изменить. ОК. Alt Print Screen. Не получается. Пробуем Ctrl Print Screen. Ctrl Print Screen сработало. Таким образом, если я теперь буду нажимать сочетание клавиш Ctrl Print Screen, у меня будет делаться скриншот сетевого экрана. Давайте попробуем. Нажимаю Ctrl Print Screen. И вот сделался скриншот. Теперь у меня нужно вручную сохранить. Сохраняю. И вот он появился. Давайте еще раз прочитаем справку по программе XSA 4 Screen Shooter. Как видим, вместо Full Screen мы можем использовать Region, то есть выделять мышкой нужную область экрана. Возвращаемся в настройки. Добавляем команда XSA 4 Screen Shooter. Region. Пробел. Region. Давайте мы это будем вызывать с сочетанием клавиш. Ну, например, левая клавиша Win с логотипом Windows. Как видим, эта клавиша у нас в данный момент вызывает меню приложений. Но, если мы хотим в этой клавише делать скриншот области экрана, то мы можем переназначить ее на новую комбинацию. Супер это клавиша с логотипом операционной системы. На большинстве клавиатур это логотип Windows, но можно любой другой логотип нарисовать. L значит Left, левая. Давайте попробуем. Нажимаю эту клавишу и вот у меня выделяю область, могу сохранить ее как скриншот. Сохраняю, вот она появилась. Я думаю, принцип настройки комбинаций клавиш понятен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok